Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина Управляя государством, приносить пользу народу Управляя государством, приносить пользу народу Упражнение в управлении государством неизменным началом следует считать принесение пользы народу Приводится в трактате «Хуайнэнцзи фан луньсюнь» Оно очень простое для понимания, его легко понять Смысл таков, самый главный принцип управления государством – приносить пользу народу Приносить пользу народу означает делать так, чтобы люди получали реальную выгоду Продолжение следует... Продолжение следует... При виде доброты надо делать добро Если есть ошибки, надо их исправлять Эти слова взяты из 42-й из 64 гексаграмм «Джо И». В оригинале она звучит как «Если благородный муж видит доброту, он должен делать добро» Если у него есть ошибки, он должен их исправлять На самом деле это нравственный принцип, который говорит нам о том, как стать лучше В сегодняшнем контексте это означает, как мы, граждане, можем стать лучше Ответ прост Вы должны посмотреть на то, в чем вы уступаете другим людям, чем они лучше вас и учиться у них этому Нужно стремиться стать еще лучше, это называется при виде доброты надо делать добро А как быть, если вы заметили, что совершили ошибку или сделали что-то недостаточно хорошо? Нужно исправляться Нельзя бояться исправлять ошибки При виде доброты надо делать добро Если есть ошибки, надо их исправлять Только так можно стать лучше, стать благородным человеком А в нашем контексте это означает стать достойным гражданином КОНЕЙ ЛОС ПО modу Оohnой КОНЕЙ ЛОС КОНЕЙ ЛОС КОНЕЙ ЛОС Отуда Россию КОНЕЙ ЛОС ЛОС СМЕР КОНЕЙ ЛОС СМЕР ООНГ Prince ows «Ву源之水, ву本之木, то есть истинно. Мы должны поддержать государственную дорогу, чтобы держать государственную связь, чтобы держать государственную связь, чтобы держать государственную поддержку и обеспечить. « С心中常思,百姓疾苦, Фраза «Вода может нести лодку, а может ее и опрокинуть» упоминается в трактате Сунь Ци Вань Чи. В оригинале она звучит так. Правителя можно сравнить с лодкой, а народ с водой. Вода может нести лодку, а может ее и опрокинуть. Проще говоря, правитель как лодка, а народ как вода. Вода может нести лодку, но может и перевернуть ее. На самом деле в этой метафоре Сунь Ци содержатся мысли о благосостоянии народа, о том, что простые люди очень важны для государства, и они являются основой его управления.